так пожалуйста минута молчания в честь павшего школьника сейчас должна прозвучать школьник f сегодня сегодня умер школьник ну или еще не умер на умрет наверное к сожалению сегодня смертью храбрых пал школа троникс жалко школьника жалко вот в неравном бою скорее всего с батей школьник получил пиздюлей и возможно даже погиб очень грустная история бедный школьник жалко жалко возможно на ножах драка была пруфы будут конечно звезда да ты блять знаешь их скорее всего но они не все буду показывать на экране просто некоторые вещи нельзя показывать но я я уверен что сегодня школьник пал в неравном бою жалко соболезную родным школьника да нет не тот который три проходки не тот конечно всем привет пацануй бля всем привет это фейк это деревяшка это это дерево звучит как дерево осуждаю в конфу модеров пруфы но могу в конфу модеров закинуть конечно щас но там там особо нечего скидывать ну ладно я щас скидываю щас 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 не ну я ж потом расскажу это все равно на стриме да просто хочу реакцию модеров первых увидеть вот закинул можете можете ознакомиться бля такой нахуй контент топовый ебейший ну побольше людей подожду хупал я знал что ты больше всех оценишь кстати такое чувство как будто я знаю что ты ну вот ты любишь я теперь требую от модераторов ну реально прописать ну f понимающий f в честь школьника потому что одну школьник сегодня вы теперь знаете что школьник сегодня реально погибли вот сегодня жизнь школьника сегодня изменилась я буду показывать реально потом что ты хочешь кого за косплеить блядь только ничего не делайте блядь если что-то сделано вы то ничего не сделаете короче чики бомбони лаврик говорит что уже монтирует рассказываю по центре я бейшая хуйня вот вчера произошла и подведем к и бейший сейчас я вам расскажу про и бейшую хуйню а потом я расскажу про и бейшую хуйню вот значит вчера я объясняю вам позицию что вчера произошло и хуесосио публично людей значит вот во первых у меня лично я там не знаю чего у sony вот у меня лично к анастасии модераторши никаких вопросов нет она мне там написала после стрима и извинилась она сказала то что типа что-то типа того что я вижу шаров вы зашли слишком далеко или что-то вроде того вот но я понимаю то что но это ров вы блять вот это но это был контент нахуй но дело в том что либо зрители блять не поняли либо я еще и они нихуя не понимаю вот все веселились отдыхали типа смеялись до того момента как просто долбоебы не пошли к sony не начали и в чат писать не начали и донаты кидать этот про всякую хуйню при этом типа ну блять было видно по нам даже когда я у нее сидел то что ну блять мы рофлим я лицо закрывал фотокарточкой sony вот так вот отворачивалась для того чтобы поржать в итоге люди я не знаю либо они всерьез восприняли эту хуйню либо не всерьез восприняли а просто решили ну типа так потроллить или подыграть но типа в какой-то момент это стало ну типа реально не смешно блять вот ну и sony обрубила стрим вот ну и я реально прихуел значит я вам объясняю в чем прикол я могу то что я то что я парень sony мне дает бескрайнюю власть над обсиранием ее вот а ей дает бескрайную власть над обсирание меня но это блять внутриковые приколы вы когда с друзьями встречаетесь вы тоже там друг друга обзываете паров лу хуисосами это не значит что вы друг друга хуисосы ну я не про хуисосами по-другому там из четырех букв слова обычно друзей называешь но это же не не значит то что вы там враги какие-то или вы то что вы сейчас прям ругаетесь блять в прямом эфире мы могли бы я вам так скажу если я хочу если я захочу сони разобраться вот прям если мне что-то в жизни там не понравится то это будет блять точно не на стриме я не тот человек который вот настоящую какую-то разборку семейную свою готов выставлять на публичный какой-то ну доступ реально в прямой эфир транслировать начали донатить хуйню ну чё долбоёбы вот она расстроилась я расстроился она расстроилась потому что ее там но она говорит что у меня зрители токсичные ну и это каждый раз блять доказывается когда блять вот такая хуйня происходит вот что и когда я говорю что они не все такие но блять ну у девочек бывает такое что они вину читают про себя но это не только у девочек люди него не очень умеют фильтровать комментарии вот я вот когда на массаж ходил у меня массажистка спрашивал горит слушайте а там ну я посмотрела ваши трансляции вам в чате пишет что вы вы что почему вы не реагируете я говорю о чем не на дурочков реагировать да вот она говорит я бы так не смогла я бы на каждого отреагировала ну и это внимание было цитата да вот соня видимо тоже я там не читал чё и писали вот но у нее я знаю по ней то что у нее глаза цепляются всегда за самые хуёвые комментарии она только их воспринимает вот 100 человек напишет что она красивая вот и один человек напишет что она урод она прочитает то что написали что на урод 100 человек это неважно вот но она на это забатилась мне почему неприятно стало возможно вы не понимаете да потому что возможно у вас девушки никогда не было посерьезки но когда это твоя девушка какой бы она возможно там хуёвой не было это твоя девушка и когда ее обсирают то бьют по тебе ну как бы тебе говорят ты хуйню выбрал вот и все такое и становится естественно ну типа блять я я охуел тоже я расстроился по этой причине опять же в дружеских компаниях может быть вы знаете там бывает такое то что если вы в дружеской компании общаетесь там три четыре парня там пять парней и вы недовольны девушкой друга но все равно ему особо не не говорите чаще всего в глаза то что слушает вы этом девушка хуйня потому что вы уважаете выбор своего друга вот и в итоге вот этот вот прикол однодневный прикол блять который ну зародился блять по центре вы вы вообще шаритесь чего зародился с того что я сделал разоблачение исходя из двух комментариев анастасии модераторши и четырех ее сообщений блять вот ну блять это сука был очевидный рофл вы пошли начали хуйню там sony писать причем еще анастасия начала жаловаться то что ей хуйню писали ее начали булить ну блять тогда я просто буду сидеть реакции на видео всю жизнь делать блять и никакого контентика более такого прикольного не делать вот я сначала мне так вчера понравилось ну типа блять все выкупали что это ну все участники конфликта выкупали что это рофл все было нормально пока это блять не слезами не закончилось блять вот потому что кто-то слишком видимо всерьез воспринял и все такое но я блять я просто в ахуе ну вот я вас не виню потому что я знаю что в любом обществе есть здравомыслящие и в том же самом обществе могут быть долбоебы и нельзя всех судить по одному и банить всех если провинились провинилась только часть вот шарите да нормально красиво короче хуесосы и все стало неприятно вот ей обрубил стрим я вам не скажу что мы потом блять весь вечер там соней там не разговаривали просто пошли и нормально провели вечер я кушал креветки и ну и какой-то такой хуёвой вермишелью заедал вот но пошел по хаву креветки все нормально и вот но сонечка сегодня вот видите расстроилась не запустила стрим значит в следующий раз надо ей написать что она красоточка и красивая девочка и сказать что вот это вот за попуски значит самое интересное модератор хупал хупал самое интересное значит в момент наших топовых споров с соней я сказал пупчик чё за хуйня вы ведь ты же мужиков разводишь на члены вот и мы начали спорить на то на ну на ту тему что разводить на члены мужиков это норм тема или нет я говорю какого хуя тебе кидают члены и значит нашелся ну величайший гений блять который такой думает нихуясь они спорят насчет того что sony в личку кидают члены всякие мужики скину-ка я свой член вы прикиньте нахуй какой-то ебучий школьник блять своего крюкозаврика нахуй вот ну телеграм называется пупово логово но это так я просто вспомнил такое чисто это не связано ни с чем вот то что я сейчас говорю просто вроде как телеграм пупово логово называется что-то вроде того вот короче школьник своего крюкозаврика скинул нахуй с подписи я подрачил вот соня закинул в личку то есть ну прикиньте он смотрит стрим такой контентик такой охуенно думает ебать весело скину-ка я хуй sony блять как у него это зародилась нахуй эта идея вот ну причем я совершенно случайно я ненамеренно смотрел вот как бы мне соня сказала посмотри что мне скидывают долбоеба она как моя девушка мне продемонстрировала свой телефон то что я там увидел я не ожидал увидеть ну вот этого кракозябра вот и ладно бы ну было бы на что смотреть но дело в том что он решил ну что не надо даже кракозябра для ну обычно у бойца да есть боевое состояние ну когда он там с автоматом ну и есть состояние когда боец спит блять вот ну и вот если ты хочешь представить свою армию великолепном виде ты же не будешь фоткать как они спят но почему-то он решил сфотографировать как его кракозябр спит короче чисто такой бульдожек чисто приснул такой пекинес вот самое главное я я извиняюсь то что я вас вам ну вас вдаю подробное в подробности чтобы понимали но насколько я понял возможно даже 0 мальчик не половозрелый это сделал вот я бы я бы сказал даже не то чтобы не половозрелый он еще и умственно незрелый скорее всего я не понял зачем короче чтобы чтобы нахуя он это сделал но дальше дальше ну этот школьник видимо стал героем у себя в голове то что он скинул хуй вот причем ну по фотке видно что он просто пошел и сделал хуй он так ну то есть не старался он ну для него видимо это нормальная тема скинуть хуй девочки блять вот которая его не просила вот первое сообщение в переписке привет я подрачил и фотка хуя ну он он просто встал стрим смотрел встал и пошел сфоткал блять свой пиструн и скинул соня ну я значит затеял великолепная великолепная вещь значит сегодня в какой-то момент я сижу и мне что-то стало ну так скучненько реально я думаю блять что-то что-то скучно нахуй что-то не что-то не хуй делать значит я такой алё пиратики вы там еще живо вся хуйня они такие говорят да 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 подыхаем вот дай какое-то задание игру ребята вот это вот страничка вконтакте надо найти родители этого ублюдка вот и больше ничего не находить на надо просто в друзьях у него говорю найти его родителей вот для того чтобы оповестить что их несовершеннолетний ребенок скидывает моей девушке с выписю больше мы ничего не искали чтобы понимали а нахождение его родителей и уведомления их это в открытом доступе информация находится мы ни в каких даркнетах ничего не покупали поэтому никаких правил не нарушали и закон вот невероятный дедуктивный метод был проведен пиратом лавриком вот да это все было во сне это все было естественно я спал в этот момент и потом подделал переписки которые собирался вам показать ну собственно невероятный дедуктивный метод оказывается у этого школьника была фейк страничка вот но самому вот крутому пирату удалось значит собрать все данные воедино на чем спалился шкалатрон уведомляю вас на чем он спалился это школьник он у него нет не аватарки не мама не папа в друзьях но у него на стене есть запись с концерта он был на каком-то концерте вики тарацое вот и лаврик как гений просто нашел его папу и у папы ну там нет нету никаких связей то что это его папа конфета вот но у папы тоже самое видео записи на стене с того же самого концерта вы представляете я значит беру сони телефон и пишу здравствуйте кем вам приходится но и я не помню как этого школьника зовут имя фамилия этого школьника а мне говорят да сейчас секундочку добрый день скажите пожалуйста кем вам приходится его папа тучи добрый день это мой сын почему спрашиваете я стримерша веду прямые трансляции по разным играм ваш сын скинул мне фотографию своего полового органа я просто хотела вас уведомить спасибо что уведомили я с ним поговорю вот я конечно ну надеялся на том что ну извинения какие-то последуют от бати ну то что он скажет что ну типа извините меня там за сына пожалуйста я его обязательно ну я поэтому я говорю школьнику сегодня пизда блять вот ну я увидел то что ну никаких что-то ну нет ни извинений ничего больше фотографий никаких уточений фотографий а ну ничего нет ну я решил думаю ну не на слово же ему верить вот и я ему решил ну предоставить доказательства ну переписки так сказать скриншота переписки с его сыном вот я ну я бате предоставил доказательства бойца вот бойца армии вот чтобы там ну как бы чтобы батя ознакомился с материалами дела да как бы и потом справедливый здравый суд совершил над своим сыном и по и вот когда когда вот это вот все завершилось я в телеграм закинул f школьнику ну потому что очевидно сегодня школьнику пизда этих по блять я к сожалению лишился сегодня зрителя потому что я зашел на его страничку у него в самых посещаемых группах на втором месте моя группа мне конечно жалко мне жалко школьника но я предполагаю что сегодня свершилась справедливость сегодня ебейшая справедливость возможно еще не свершилось понимаете вот это как школьник шрёдингера я назову нет я назову это школьный кирилла баранова вот возможно он уже опиздюлился и ну все его нету в интернете или возможно он опиздюлится в ближайшее время но мы этого никогда не не узнаем вот вот это вот это я эту теорию я называю школьный кирилла баранова я вот и изобретатель при помощи пиратов данной теории вот потому что еще непонятно когда ну когда батя приедет домой и дело в том что я практически уверен что уведомлены и мама потому что я писал маме я написал то же самое сообщение написал маме потому что ну изич был вот я написал мамочке его говорю здрасте все дела и дело в том что и батя и мама мне ответили в один момент и потом на второе сообщение тоже начали отвечать в один момент я предположил то что они находятся либо рядом либо в машине где-то едут либо ну просто дома рядом находится и возможная пиздюлина отправилась в сторону школьника прямо ну в момент скидывания пруфов да возможно даже просто без пруфов возможно мама с папой поехали домой для того чтобы школьник опиздюлился самое интересное ну я люблю фантазировать самое интересное я бы хотел бы чтобы было так чтоб он смотрел сейчас стрим а мама с папой еще не приехали с работы и вот ну ебальница его просто представить вот это это самое охуенно это лучшее развитие событий знаете когда ждешь когда мама вернется с родительского собрания и понимаешь то что тебе пизда но тут вот вот это это мама возвращается с родительского собрания а вот это уровень пиздюлей когда твой батя узнал что ты кому-то скидывал свой хуй и ну твой батя видел пруф вот так что привет дорогой школьник ну скорее всего ты уже не смотришь если ты смотрел да если моя теория тоже верна то ты наверное смотрел до этого момента сейчас ты уже думаешь ну гуглишь в какой детский дом тебе поселиться чтобы избежать пиздюлей блять вот возможно уже эфчик школьнику прописать но смерть скорее всего не физическая а интернетная наступила у школьника скорее всего до 18 лет больше школьник пользоваться интернетом не сможет ну я так предполагаю то что одну пиздюлей возможно он получит я вот ну по ознакомился с фотографиями как бы батя и мамы как бы довольно цивилизованные хорошие люди вот по фотографиям и ну там никакие не алкаши и все такое поэтому я думаю что они ну нормально подойдут к воспитанию вот возможно даже будут его мало пиздить школьник значит я предполагаю что можно выпускать книги с одинаковыми названиями просто если если уже есть книга с определенным названием могу ли я выпустить книгу с таким же названием я просто хочу выступить выпустить книгу преступления и наказания автор кирилл баранов вот потому что сегодня вчера совершено было преступление сегодня уже наказание я бы конечно хотел но в моей книге как раз таки большая часть страниц будет посвящена моим фантазиям опиздюливание школьника я всякие разные варианты буду перебирать ну каким образом школьник погиб физически и метафизически кстати и в интернетном плане в моральном плане будет ли разрешено школьнику пользоваться интернетом хотя бы в обучательных целях или нет будет ли установлен родительский контроль на комплюдактор школьника или школьнику возможно все сойдет с рук потому что а вдруг он как-то сможет отмазаться вот но именно поэтому я скинул фотокарточку потому что батя батя мне поверил на слово когда я от лица сони писал вот батя мне поверил на слово но я подумал что дело в том что там помимо помимо самого солдата да на фотографии видно место его пребывания то есть какая-то ванна или где-то это куда он пошел для того чтобы запечатлеть прекрасную фотографию и я подумал то что ну в таком случае школьник уже не отмажется потому что есть просто довод который школьник скажет а это не моя страничка это вообще не я да ты чё папа а если есть фотографии в которой есть локация квартиры в котором батя с сыном со своим живет батя поймет то что ну да возможно батя не видел джук но что конфа что конфа что ты хочешь вот что модерская конфа чё не вижу что такое возможно понадобится я предполагаю что я готов профинансировать покупку вот этой вещи то есть я даже готов устроить сбор средств для такое существует вообще но я бы готов бы был бы предоставить на самом деле чтобы ну нормально было вот я могу и сколько это стоит это можно купить где-то но мне кажется что придется к сожалению придется прибегнуть к использованию охраните мастурбационного креста для обезопасивания ребенка скорее всего да вот а этот тофра сейчас донатит и я заметил твое сообщение с яки я снимаю любые подозрения потому что мне мистер яка написал то что он бы себе такого не позволил написать и и должно я ему верю в принципе то что он бы он бы такого не писал потому что кто угодно если захочет что-то написать он будет писать подменить и подмистрами страниц о под ником мистера реки поэтому чё там бедных писать яка кто угодно мог бы написать под этим ником вот так что я хочу последний эфчик последний эфчик в честь школьника в какой-то момент я подумал что восторжествовала справедливость но потом я начал представлять какие пиздюли он получит и поэтому я ну хочу вас призвать прописать эф школьнику то что но сегодня сегодня либо он уже опиздюлился либо его ожидают невероятные вечерние пиздюляторы жесткие пиздюли его ожидают пресс-эф тупэй респект школьник вот все нормально короче все школьника пиздюлился хотел бы я знать конечно его дальнейшую судьбу но наверное он будет числиться в пропавших без вести я я вот так вот предполагаю вот возможно вот так будет вот все об школьнику реально чики-бомбони это лучшая история я очень смеялся тега sony там еще один не не я там другой долбоёб это мне в предложку блять каждый день такую хуйню кидают знаете эту хуйню типа спасибо подрачил и там типа рука и на каком-то сайте можно любую фотку подставить на на экран компа вот но я чего-то типа такого скидывали тоже ну да долбоёбы нахуй вот 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 так вот кто такой вообще вот вот такая вот у меня топовая история по центре не бейшая но это лучшее что происходило у меня сегодня я еще сегодня но вдохнул прекрасный воздух и потом представляете происходило тотальное доминирование на школьникам а потом я еще узнаю что сегодня этот бэтмен бэтмен прошло 40 сколько сколько это 40 45 дней по моему и произошел релиз бэтмена вот я сегодня буду наслаждаться и смотреть бэтмена я даже я даже подумал отменить сегодня свой стрим для того чтобы лицезреть бэтмена просто пораньше но я подумал что все равно с вами посижу что это нахуй такое зачем вы мне это кидаете я понял пуп ну да пуп но я понял я пойду мне понятно конечно но мы-то знаем правду вот правду мы там фиксируем